Добрый день! Мы на библейском портале Экзегет и сегодня беседа будет посвящена интересному закону в книге числа это книга числа 5 глава с 11 по 31 стих который называется закон о ревности суть закона в том что если мужчина подозревает свою жену в супружеской измене и если у него нет при этом каких-то доказательств потому что в ином случае если бы были бы доказательства там очевидцы свидетели тогда бы он бы мог действовать иным путем более официально но если у него есть подозрение то есть ревность но нет никаких доказательств а тогда он приводит ее к скине и происходит следующая процедура а здесь он от ее имени приносит ячмень то есть жертву в жертву приносит ячменную муку потом готовится священником специальная горькая вода для чего то есть как она готовится сначала берется святая вода святая вода это скорее всего вода которая была предназначена для омовений жертв и в эту воду добавляется пыль с полу скиньи потом священник распускает женщине волосы дает ей ячменную муку в руки и произносит заклинание что если ты виновна и кто-то переспал с тобою тогда пусть вот эта вода войдет в тебя и чтобы опух и живот вы и опала лона твое а ну а если ты не виновна то тогда ничего плохого там предполагается текстом что если женщина не виновна то не ничего плохого не будет ну и вот здесь вот в этом законе немало интересных деталей вызывающих вопросы вот сейчас рассмотрим их и так значит но сразу можно отметить что закон слишком специфический во-первых на него нет нигде ссылок в библии в других местах во вторых здесь в этом законе описывается и ритуал и слова священника то есть обычно мы видим или только ритуал без каких-либо формул без молитв или наоборот есть благословение молитвы но без ритуала а здесь же получается сразу и то и другое и обряд описан подробно и даже записаны слова которые священник произносит еще можно отметить что подобная инициатива здесь полностью у мужа то есть женщина как бы таких прав в подобной ситуации не имела ну что что в принципе объясняется патриархальными традициями потому что ветхом завете ну только по сути мужчина имел право инициировать развод и также инициировать вот это испытание а и так мочит мужчина приводит если он подозревает жену в измене причем текст предполагает что женщина может быть как виновна так и не виновна то есть возможно у оба варианта он тогда приводит ее к скини и собрания и от ее имени приносит ячменную муку то есть здесь это самая бедная самая скудная жертва в библии в книге не вид пшеничная мука рассматривается как жертва бедняка то есть если человек ничего не имеет другого если он не может принести даже в жертву птицу то тогда он может принести муку но это там все-таки мука более высокого качества пшеничная здесь же получается ячменная мука то есть самая грубая по сути дешевая что говорит о том что или указывает на тяжесть подобного проступка если женщина виновна или же так как это приношение как бы от ее лица но муку ей дает муж потому что от него она получает продукты то получается что муж подозревая ее как бы уменьшает до минимума ее обеспечение содержание то есть теперь он ее как бы кормит только лишь вот такой вот мукой ячменной и далее священник готовит горькую воду то есть он наберет святую воду от медного моря так называемого и добавляет нее пыль с полу скинии при этом получается что так как скиния это переходное святилище то есть место где будет поставлена скиния может быть различным то и получается что это пыль тоже не постоянная тоже может различаться по сам своему составу дальше тот факт что женщине распускают волосы ну тут тоже можно толковать по-разному с одной стороны распущенные волосы но это признак унижения вот то есть это показывает тяжесть проступка предполагаемого с другой стороны это может быть как признак траура почему но там в рамках одной из версий то есть есть версия что а вот этот ритуал провоцирует выкидыш то тогда это траур по вот умершему как бы не родившемуся младенцу вот ну и есть еще такое иудейское объяснение что вот мол если женщина заплела волосы ради того чтобы понравиться любовнику то здесь распускаются волосы чтобы она предстала в менее таком приглядном свете далее священник дает ей в руки то есть женщине дают в руки вот этот ее приношение ячменную муку и это ее приношение называется приношение воспоминание то есть чтобы она как бы на поминала ей о ее поступки и может быть побудила какому-то раскаянию хотя по большому счету не сказано что будет и будет ли какое-то облегчение если женщина покаяться но может быть вот ну и далее священник на отдельном свитке пишет заклятие и потом чернила с этого свитка смываются в воду и дальше священник дает женщине пить эту воду и после этого значит должно последовать но какое-то какая-то реакция то есть если женщина виновна то тогда вот эта вода вызовет определенные процессы в ее организме которая которые вот обозначены не очень понятно но так что вот как опухнет живот и опадет лона вот если же она не виновна то по идее и это вода горькая не должна повредить ей никак и вот есть разные варианты толкования что именно происходит и что и оказывает ли действие сама вода в первую группу входят толкования по которым горькая вода рассматривается как вещество само по себе не и являющиеся вредным само по себе не не производящие вреда а значит самое первое толкование это так называемая ордалия то есть как испытание как вот и в древнем и в древние месопотамии и в средние века подозреваемых в преступлении подвергали испытанию и если они это испытание как бы проходили тогда они считались невиновными если же не проходили то тогда объявлялись виновными но принципе что-то конечно общее есть но в то же время указывают что данный данный ритуал отличается вот стандартный ордалии почему потому что во первых в ордалии всегда предполагается какое-то опасное испытание то есть наоборот там человек ставит проходящие испытания ставится в опасную ситуацию вероятность вреда в которой очень велика и наоборот как бы безвредность испытания маловероятно здесь же если детей же и по сути опасность не столь велика да понятно что вот эта вода она не не очень чистая но все-таки какого-то такого реального действия вряд ли она может оказать вот но поэтому есть другая версия что это как магический ритуал ну как магический ритуал то есть понятно что магический ритуал в рамках яхвизма то есть сам тогда в данном случае вода и вот пыли 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 со скинии ну вот пыль с пола они рассматриваются как да как бы безвредное вещество вещество физически но пыль с пола не рассматривается как предмет священный а если женщина грешная то она получается оскверненная вот и она как бы в состоянии ритуальной скверны и если она будучи оскверненной принимает священную воду то как раз происходит такой конфликт столкновения священного и не священного что имеет отрицательные последствия вот то есть в этом случае механизм действия воды именно в том что вода как священное как освещенное вещество действует на грешного человека вот и поэтому вызывает процессы в организме есть третья версия в рамках вот этой же группы то что это как бы психо соматический эффект то есть на самом деле вода никакого влияния не оказывает но если человек виновен то он будет переживать и эти переживания могут отразиться на его здоровье вот но если он не виновен он переживать не будет соответственно все обойдется но вот это толкование но конечно тоже предлагается но все-таки многие как бы против него и ополчаются указывая на то что на самом деле далеко не всегда волнение порождает какие-то эффекты и более того не всегда преступник будет волноваться и наоборот невиновный человек тоже может волноваться поэтому как-то рассчитывать на то что вот именно не какое-то волнение какие-то переживания в душе виновной женщины если она виновна что они приведут к определенным процессом в ее организме но как-то странно вот но и другие две версии они предполагают что все-таки вода оказывает определенное действие правда не всегда понятно почему я она такое действие оказывает но все-таки значит тут по двум другим версиям предполагается что вот эта вода вызывает или бесплодие или же провоцирует выкидыш но вот версия относительно бесплодия очень популярна действительно многие современные толкователи указывая на вот это вот описание последствий для виновной женщины вот которые до которые описаны то есть то что опухает живот и опадает лона указывают что поражению подвергаются детородные части тела и поэтому вот скорее всего если женщина виновна то тогда она вот это вот вода может породить бесплодие правда не очень понятно почему так но вот тем не менее вот делается акция делается акцент на том что действительно вот это такое на наказание было тяжелым для мировоззрения ветхого завета и получается что если женщина изменила мужу парана проходит вот это испытание значит поражается бесплодием и это как наказание для нее на всю жизнь в принципе действительно версия поддерживается хотя все-таки не совсем понятно как как именно вот это этот вот напиток благодаря каким компонентам так скажем он может вызвать такую реакцию наиболее обоснованной кажется наверное версия так скажем второй подвид первой версии то есть когда предполагается что вода имеет действие потому что она освещена добавлением пыли с полу скини то есть воду добавляется священный элемент священное вещество а если человек изнутри осквернен вот то вот это как бы столкновение священного и не священного и порождает возможные проблемы осталось еще добавить что в послепленном иудействе ближе к новозаветному периоду постепенно закон этот перестал применяться и более того иудейские учители сначала ввели правило что испытанию свою жену может подвергать листу лишь тот мужчина который сам не виноват в подобных грехах ну и в итоге благодаря этому как бы количество испытаний резко уменьшилась но и потом постепенно сошло на нет и еще что отмечают еще какой интересную идею отмечают толкователи что вот в этом законе можно увидеть и определенный гуманный подтекст почему потому что так если мужчина слишком ревнивый он может ну как-то по-другому жену свою наказать то есть как-то на нее воздействовать а так получается священное писание требует в таких случаях приводить ее в скинью то есть не расправляться с ней как-то самостоятельно не давать волю своим эмоциям а успокоиться привести ее в скинью здесь происходит испытание причем результат этого испытания полностью зависит от воли божией то есть господь сам здесь как раз акцент на на том что сам господь наказывает виновную женщину и получается что но если уже действительно так скажем наказание отдается в руки более справедливого судьи безусловно и еще один момент что здесь все таки не говорится когда должны проявиться вот эти последствия принятия горькой воды то есть в принципе это может произойти через некоторое время если вообще произойдет то есть таким образом если даже подозрения и были какими-то обоснованными но господь по неведомым нам причинам не наказывает женщину то по прошествии определенного времени ну по сути как бы отсутствие каких-либо признаков говорит о том что женщина невиновна то есть по крайней мере оправдывает ее в глазах общества вот это основные аспекты связанные с толкованием данного отрывка благодарю за внимание внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и